Это сегодня звучит удивительно и даже странно, но тех, кто после реформы российской армии все еще бегает от призыва, хватает. По данным Рязанского военкомата, в разыскных списках около 500 человек. Игра в кошки-мышки в итоге заканчивается плачевно. Тех, кого уже поймали, теперь ждет суд, как в случае с двумя рязанскими парнями. Их история банальна. Получил повестку, спрятался, на медкомиссию не явился. Не нашли военные, найдут следователя. К нами была проведена проверка, данные граждане были установлены, получены от них соответствующие объяснения. И ввиду того, что у них отсутствовали какие-либо уважительные причины, неявки в указанный день военный комиссариат в отношении них, были ли возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мотивация у всех бегунков, конечно, разная, но доводить дело до суда сегодня, наверное, как-то уже стыдно. Мало того, что быть подсудимым, то еще испытание, так они же еще и поставили крест на своих жизненных перспективах, о которых следователи наверняка говорят уклонистам постоянно. Закрыта дорога в правоохранительные органы, в судебную, в адвокатуру. Там, где государственные интересы, дорога навсегда закрыта. Для чего делать такой выбор, я не понимаю, но выбор у каждого человека есть, и каждый самостоятельный. Два уголовных дела для декабря еще не последние. Следователи готовят еще одно сотрудники военкомата в поиске остальных. Служить год или сидеть два, это, конечно, каждый решает для себя сам. Но даже если все обойдется штрафом, а он предусмотрен до 200 тысяч рублей, стать потом изгоем в обществе удовольствие сомнительное. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».